не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем любовь это истинный я а истинный я это любовь когда я восклицаю что люблю вас это означает что я люблю истинные которые все проникающие поэтому как могу я не любить вас потому что истинный я это все что есть жил однажды дзен буддийский монах который каждый день морочил своего учителя разными вопросами звучали они примерно так что такое окончательная истина когда я стану просветленным какую практику я должен выполнять останусь ли по-прежнему монахом когда стану просветленным буду ли я тогда хотеть видеть свою семью однажды учитель сказал монаху я отправлю тебя к великому мудрецом этот мудрец женщина она покажет тебе высшую реальность чтобы монах смог добраться до того места где живет женщина мудрец учитель нарисовал ему карту шесть месяцев потребовалось монаху чтобы добраться до того места он чуть не утонул переплывая через могучую реку ему пришлось пересечь мост висевший на высоте в тысячу миль прямо скажем довольно высоко ученики смеются он должен был подняться на гору в десять тысяч миль высотой он должен был пересечь пустыню и насколько велика была пустыня ученики смеются весьма весьма велика наконец он добрался до дома женщина мудреца он постучал в дверь ему открыла растрепанная старушка пахло от нее так будто она не мылась лет десять она была совершенно невежественна она была глухой на одно ухо и не могла слышать другим смех она плохо видела и не слишком хорошо умел говорить монах собирался развернуться и уйти но она схватила его за руку и втащила его внутрь она дала ему метлу и велела мыть подлетать убирать дом он делал все что ему было уверенно молок на красил дом пахал землю и доил коров прошло три месяца и он сам удивлялся что он тут делает но он продолжал все выполнять потому что ожидал какой-то мудрости от этой старой ведь потому что его учитель сказала ему что она даст ему окончательную истину а он верил своему учителю однажды старушка затащила его в дом и усадил в углу с этого дня он больше не работал он просто сидел в углу наблюдая как старушка управляется с хозяйством моет посуду подметает полы и так далее так прошло еще два месяца он всерьез размышлял на происходящем к чему все это кто это дам в чем заключается окончательная истина пока он не дошел до такой стадии что ему стало на все это наплевать он просто сидел в полном безмолвии погружаясь всем глубже и глубже внутрь себя наконец внутри него что-то щелкнуло и он стал самореализованным тогда он начал истерически хохотать он поднял старушку расцеловал ее и покинул ее дом больше он никогда не возвращался и с тех пор никто не слышал о нем в чем же заключалась окончательная истина которую он нашел он понял что нет никакой окончательной истины никогда не было окончательной истины нет ни реализации ни невежества ни вселенной ни мира нет ничего все просто есть это и было его открытием все есть не есть то это или еще что-то все просто есть просто так как оно и есть просто как оно есть вам ни по какому поводу ничего не нужно делать вы не должны ничего изменять ничего исправлять ничего улучшать все просто если вы сможете понять одну эту великую истину то станете самым счастливым существом на земле ибо когда вы понимаете что все просто есть тогда вы живете спонтанно нет ни прошлого ни будущего ни рождения ни смерти все есть просто так как оно есть посмотрите на свою жизнь как много всего вы пытаетесь изменить исправить излечить то что вы ищете пытаясь стать кем то стараясь быть кем то пытаясь достичь цели когда вы делаете все эти вещи то вы не живете по принципу что все просто есть если все просто есть то что вам тут делать вы пришли на эту землю не для того чтобы делать что-то вы даже не пришли на эту землю но кажется будто вы именно так и сделали вы кажетесь реальными кажется будто вы кто-то и вы обучены так чтобы стремиться к чему-то в этом мире чтобы стать кем-то великим чтобы быть кем-то однако именно это вызывает страдание вера в то что вы должны стать кем таким вы не являетесь вера в то что вы должны иметь что то чего не имеете Посмотрите на вашу жизнь Вы верите в то, что у вас есть так называемые проблемы Но что-то становится проблемой, только если вы хотите что-то изменить Или хотите, чтобы что-то шло по-вашему Если что-то идет не так, как оно по-вашему должно идти То это становится проблемой Но на самом деле ничего не должно идти никаким способом Все отлично так, как оно есть Все полностью совершенно Вы говорите «Роберт, посмотрите на жестокость человека к человеку Посмотрите на войны, на всю ту мерзость, которая происходит в этом мире Вы смотрите на движение времени Который в действительности даже не существует Когда вы наблюдаете за движением времени, тогда что-то происходит В движении времени кажется, будто что-то происходит Но если вы спонтанны, если вы оставляете все в покое И осознаете все так, как если бы вы находились между движением времени и пространства То вы могли бы видеть сквозь мираж Через так называемую магию жизни и событий И вы могли бы видеть неподвижность, единство, покой Но вы видите ситуации такими, какими они кажутся Вы смотрите на людей, места и вещи И считаете, что все так и есть Движение, время, пространство Эти вещи не для вас Вы – это окончательная реальность Вы – это чистое осознавание без усилий Вы – это сад чита нанда Мир не для вас Мир для того, кто видит сон Для того, кто видит смертный сон Для того, кто принимает все всерьез Для того, кто ощущает мир как реальный Потому что в соответствии со своим мышлением Они считают, что дела идут неправильно Итак, первый шаг, чтобы все исправить Это успокоить ум Сделать ум недвижимым Успокоить ум Вы успокаиваете ум за счет того, что не реагируете Наблюдая, глядя, смотря, но не реагируя Вы сидите в тишине, наблюдая, как думает ваш ум Наблюдая свои мысли Наблюдая свои чувства И вы оставляете их в покое Вы больше не пытаетесь что-то изменить Вы перестаете следовать вашим мыслительным шаблоном Вы бросаете это, как мы уже обсуждали ранее Что бы ни приходило к вам Вы просто бросаете это Вы больше не следуете за своими мыслями Вы ловите себя каждый раз, когда начинается мыслительный процесс Вы все время помните о том, что нужно ловить себя на этом Ловить себя на мысли Мало-помалу мысли начинают исчезать Они останавливаются Нет больше мыслей Нет больше того, кто думает Вы больше не тела Если вы больше не тела, то нет и других тел Вы чувствуете счастье Бесконечное счастье Вы чувствуете радость и любовь Эти слова синонимы Это действительно одно чувство Оно включает в себя огромное сострадание Любовь, радость, счастье, покой Вы можете добиться этого только в себе Именно это обнаружил дзинский монах Все эти годы он думал, что стать самореализованным Ему поможет его учитель Но старушка, с которой он столкнулся Была полной противоположностью любого учителя Которого он когда-либо видел И это его пробудило Внутри вас есть все, что нужно Чтобы стать освобожденным Все, что вам нужно сделать Это отдать то, что не является реальностью А нереальность – это все то, что чувства представляют вам как реальность Все, что вы пробуете на вкус, осязаете, слышите, чувствуете и обоняете Это нереальность Однако эти вещи заставляют вас реагировать на этот мир Вам больше не нужно реагировать Вам нужно все бросить В этом мире нет ничего, за чем стоило выгнаться Когда я так говорю, люди всегда думают Я не хочу становиться монахиней или монахом Я хочу жить в мире То, о чем Роберт говорит нам, подходит для человека Который становится отшельником Который живет в лесу или в пещере Как это касается меня, живущего в этом мире Но все наоборот То, что я говорю вам То, чем я делюсь с вами Предназначено именно для тех, кто живет в этом мире Если вы практикуете то, чем я делюсь с вами То не имеет никакой разницы, где вы находитесь В городе, на рыночной площади Или на вершине горы Все это должно быть сделано в уме Когда я говорю об отказе от вещей О том, чтобы не реагировать То речь идет о том, чтобы сделать это мысленно Я не говорю, чтобы вы бросили работу Оставили свою семью Или ушли куда-то Оставайтесь в точности там, где вы есть Будьте собой Никуда не надо идти Помните, что если вы не сможете найти себя То, куда бы вы ни убежали Вам придется взять себя с собой И если сейчас у вас есть проблемы То, если вы куда-то пойдете То проблем станет еще больше Таким образом, вы не покидаете город Не уходите в монастырь Не уезжаете в Индию И не отправляетесь в лес Куда бы вы ни пошли Вам придется взять себя с собой Модрым поступком будет посмотреть в лицо самому себе Прямо там, где вы сейчас находитесь Открыто посмотреть себе в лицо Посмотреть, где вы находитесь Посмотреть, как вы реагируете на вещи Наблюдать свои мысли Начинать размышлять о себе Прямо с того момента, когда вы просыпаетесь утром Попробуйте наблюдать, как поднимается я Я начинает подниматься, как только вы просыпаетесь утром Как только вы начинаете осознавать ваше тело, мир и других людей И размышляете Откуда поднялась я? Размышляете Откуда приходит я? Откуда оно поднялось? Эти размышления будут уводить я обратно Оно начнет возвращаться к своему источнику Который есть истинное я И вы будете пробуждены Но если вы идете рукообраку с просыпающимся я То вы забываете об этом И вовлекаетесь в ежедневную работу В ежедневную деятельность Вы начинаете думать об обеде, завтраке О том, что вы собираетесь носить С кем вы собираетесь встретиться И тогда все становится внешним Но если вы ловите я И следуете за ним обратно к источнику То вы будете совсем другим человеком Вы все равно встанете из постели Пойдете по делам Будете делать работу, которую вы делаете Но при этом вы не будете тем же самым человеком Вы нашли покой Полный покой И не будет иметь значения Какую работу вы выполняете И какую работу вы не выполняете Исчезнут такие вещи Как ненависть к своей работе Вы не будете думать о ней Вы просто будете делать То, что вы должны делать И это все произойдет спонтанно Никогда не верьте, что вы являетесь человеком Никогда не верьте, что вы живете в мире Который вращается вокруг своей оси И крутится вокруг солнца Это на самом деле не вы Нет никаких ошибок Их никогда не было и нет Это ваши внутренние чувства Ваши внутренние эмоции Ощущает все вещи в этом мире Учитесь оставлять мир в покое Учитесь оставлять в покое себя А вот и пришло время Снова поиграть в игру Поставя гуру в тупик Фред, не могли бы вы передать? У нас в коробке ничего нет, Роберт Я думаю, что там только один вопрос Роберт, что это за звук текущего потока? Звук текущего потока исходит из вашего ума Ученики смеются Почему вы хотите слышать звук текущего потока? Вам нужно превзойти все Так что пусть вас не заботит звук текущего потока Есть разные виды йоги При изучении которых у вас есть определенные видения Вы слышите звуки, слышите потоки Вы испытываете различные ощущения Всегда помните, что все это исходит из вашего ума Когда вы прикасаетесь к реальности То там ничего нет Там нет ни потоков, ни звуков, ни видений Вы превзошли это Так что не ищите звуки текущих потоков Идите дальше Станьте пустыми И вы будете свободны Вот именно, Роберт Да, один вопрос Ученики смеются Роберт, насколько я понимаю Звук — это изначальная форма всего, что мы видим Форма не существует Форма — это иллюзия Форма — это мая Но это правда, что мая изначально была создана из звука? Мая изначально — это ничто Ученики смеются Не давайте мая имя Вы можете вернуться обратно ко всяческим потокам и учениям Звукам, цифрам и геометрическим конструкциям, которые есть у вас в уме Все эти вещи приходят к тем, кто медитирует Но нам нужно пойти за пределы этого Туда, где нет творения О чем бы вы ни думали Кто-то должен дать этому начало Это должно откуда-то произойти Откуда приходит звук текущего потока? Откуда приходят все эти вещи, о которых вы говорите? Из ума Откуда же еще? Мы создаем наш собственный мир Мы создаем наши собственные условия Наши собственные ситуации Мы создаем эти вещи Бросьте это Можно ли избавиться от того, что человек считает Нежелательным отождествлением Таким, как «я есть тело» Если придерживаться противоположного отождествления Или акцентировать внимание на нем Подписано Подписано Ливерная колбаса Ученики смеются Ответ Ливерная колбаса Смех Это и есть ответ Вам не нужно за что-либо держаться Вам не нужно держаться за противоположное отождествление За что бы вы ни держались Это снова будет умом Когда вы держитесь за противоположность Вы держитесь за ум Нет никакой противоположности Это подобное изречение «Давайте избавляться от дьявола и думайте о Боге» Никогда не было ни дьявола, ни Бога От которых нужно было избавляться Нет никаких противоположностей Нет никакой вещи Есть только истинное Я Существует только абсолютная реальность И даже то не существует Не делайте учение сложным Вам нужно понять, что учение приводит вас к ничему Где нет ни тела, ни мира, ни Бога Где у вас больше нет костылей На которые вы можете опираться Вы становитесь полностью, полностью пусты Тогда вы это Акман Поэтому ливерная колбаса Да, это хорошо Это и есть ответ Кто-нибудь хочет что-то сказать? Роберт, я читал... Вы снова читали? Смех Прошлой ночью я читал Аштава Крагиту И я так понимаю, что Штойность – это не просто ничто Когда я говорю ничто, я имею в виду Что-то подобное буддийской пустоте Которое в некотором роде отрицательно Когда мы говорим о ничто, то отрицаем все, что есть в этой вселенной Это все существует в уме Когда он полностью разрушен, тогда вы отдыхаете в ничто, которое, как вы говорите, на самом деле есть что-то Но это что-то невыразимо Это нечто, что может быть пережито И то, чем вы стали Это абсолютное бытие Это выходит за пределы пустоты Но это невозможно объяснить О нем невозможно говорить Невозможно стать этим Вы должны сами испытать переживание этого Но когда мы говорим о ничто, то говорим об отрицании всего в этом мире и вселенной Когда все отвергнуто и все ушло Тогда то, что остается, это реальность Сделайте так, чтобы это случилось с вами И посмотрите сами Тогда вы увидите, что вы такое Ни для чего не пригодны Годное для ничто И это то же самое, что пригодное для всего? Конечно Чистое и пустое? Да Мне показалось, что некоторые буддийские писания говорят примерно о том, о чем говорили вы Я знаю, что вы думаете по поводу писаний Ученики смеются Ибо сам человек совершает зло И сам оскверняет себя Не совершая зла, он тоже сам И сам очищает себя Чистота и скверна связаны с самим собой Одному другого не очистить Звучит хорошо, Фред Я забираю свои слова обратно Нет, это действительно звучит хорошо Это Тхамопада, правильно? Я не знаю, я просто где-то увидел это Это довольно точно, не так ли? Это очень точно Но куда вы пришли? Разве вы пережили это сами? Нет, это интеллектуальное И разве это хорошо? А вот когда вы сможете пережить это сами Тогда сказать будет нечего Но это хорошее стихотворение Роберт, язык слишком несовершенен Даже для того, чтобы просто объяснить это Ибо вы говорите, что даже если мы сами испытываем это переживание То это переживание двойственности Субъектов и объектов Это не то И истинное я, переживание, которое я собираюсь испытать Это тоже не оно Получается, что этот язык Совершенно не способен описать это Никакой язык не способен описать это И то выходит за рамки языка Получается, что это похоже на безмолвие Представляющее собой что-то вроде языка Даже если вы думаете о безмолвии То это не то безмолвие О котором вы думаете Это за пределами такого рода безмолвие Это безмолвие настолько глубоко Что человек не может даже начать понимать его Да Он переживает его Ученики смеются Он в безмолвии Смех Роберт, может ли быть так, что объекты отсутствуют Но все еще можно слышать, видеть, осизать и обонять эти объекты? Если объекты отсутствуют То кто же тогда остается, чтобы их обонять, ощущать, трогать, пробовать на вкус? Вы говорили о том, что был ли вообще какой-то кто И вы сказали, что это не может быть видением и слышанием Должен ли быть кто для слышания? Да, чтобы слышать, должен быть кто-то Должен быть кто-то, чтобы слышать или думать во время слушания Если вы слышите, то это означает, что тот, кто думает, все еще здесь Но вы найдете до точки, где абсолютно нечего слышать Где нет никого, чтобы слышать и нечего слушать Тогда вы находитесь в совершенно другом месте Вы полностью отдельно от этого слушания и от видения Вы выходите далеко за пределы этого И попадаете в такое место, которое не можете даже представить себе Вы говорите, что не может быть безобъектного состояния До тех пор, пока продолжаются процессы слышания и видения Да, пока есть процессы слышания и видения То должен быть и тот, кто видит, который делает все это Должен быть ум Когда нет абсолютно никакого ума Тогда вы находитесь в совершенно другом измерении Ибо нет ни слуха, ни зрения Но все же вы функционируете Вы видите и слышите Но не осталось никого, кто видит и слышит Так вы говорите, что нет зрительного процесса Есть и процесс видения и процесс слышания Но не осталось никого, чтобы видеть и слышать Теперь вы говорите, что при отсутствии объектов Нет ни видения и ни слышания Но нет никого, чтобы видеть или слышать И нет никакого отсутствия объектов Смех Это парадокс. Кажется, вот и есть тот, кто видит, тот, кто слышит, и объекты отсутствуют. А затем снова есть объекты, но никто не видит и не слышит. «Пока еще понятно», — ученики смеются. «Что-то вроде карусели». «И это хуже, чем карусель. Это американские горки». «Давайте слезем с этих горок, но их к черту». Тем не менее, это совсем просто. Мы просто должны отпустить все это. Отпустить все это умничание, попытки анализировать, все воспоминания, все то, чему нас учили в процессе воспитания. Если только мы сможем отказаться от всего, то мы будем очень счастливы. Мы будем очень-очень счастливыми существами. Однако большинство из нас боится отказаться от жизни, потому что мы обладали этой жизнью, так сказать, с момента своего рождения. И мы боимся расстаться с ней, потому что боимся неизвестности. И я говорю вам, что абсолютно нечего бояться. Смерть эго – это такая ужасная штука, не так ли, Роберт? Смерть эго. Всегда помните, что нет никакого эго, которое по-настоящему умирает. Потому что на самом деле оно никогда не существовало. Так что же тогда чувствует страх? Что бы вы ни вообразили, это оно и есть. Но тогда это эго, не так ли? Это то, что вы думаете. Именно поэтому мы говорим об эго и об избавлении от него. Но на самом деле нет никакого эго, от которого нужно избавляться. И нет никакого страха. Откуда взялся этот страх? А эго? Нет ни эго, ни страха. И все же люди трогаются умом и в конечном счете оказываются в психиатрической больнице. Конечно, это часть Майи. Все это необходимо. И они страдают. Пребывая в огромной иллюзии. Посмотрите на все то, что происходит в этом мире. Одни люди, как вы говорите, трогаются умом. Другие люди не трогаются умом. Одни люди становятся миллионерами. Другим людям не хватает еды, и они умирают от голода. Это двойственность. Это Майя. Это мирской путь. Идите дальше. Выйдите за пределы вопросов и вещей, о которых вы думаете. В то место, где есть совершенный покой и ничего не происходит. Оно находится внутри вас. Роберт, что происходит во время глубокого сна? Тело прекращает работу, а затем... Когда вы находитесь в глубоком сне, тело не прекращает работу. Иначе физически вы будете мертвы. Да, но я имею в виду, прекращает ли работу ум? Ум на самом деле также не прекращает работу. Потому что он обеспечивает функционирование тела. Когда вы находитесь в состоянии глубокого сна, тогда вы находитесь в состоянии реализации. Но это реализация без физического мира. Без физической вселенной. Когда вы находитесь в глубоком сне, ничего не происходит. Ничего не происходит, пока вы не беспокоитесь. Я, который знает мир, я, который видит мир, я, который есть этот мир, вернулась в сердце, и нет никого, чтобы что-то переживать. Таким образом, поскольку, находясь в глубоком сне, вы не беспокоитесь, то нет ни вселенной, ни мира, ни тела. Но человек, который со стороны смотрит, как вы спите, видит ваше тело, видит, как вы дыжите. Вы же сами не чувствуете этого. Реализация – это когда вы находитесь в своего рода глубоком сне, но осознаете истинное «я» в глубоком сне. Вроде как что-то бодрствует в то время, когда вы находитесь в глубоком сне. Вы спите во время бодрствования. Но глубокий сон – это очень хороший пример отпускания всей вселенной. Это похоже на смерть. Это пример того, что случается, когда вы умираете. Когда кажется, что вы умираете, то вы находитесь в состоянии глубокого сна. Но вы не возвращаетесь в этот мир, как тот же самый человек. Вы переживаете другие планы. Причем эти планы создают ваш ум. Тонкие планы, причинно-следственные планы, ментальный план – все эти вещи приходят из вашего ума. Но тогда это уже не глубокий сон. Нет, вы пробуждаетесь на тех планах существования. Мы воображаем их? Да, они все исходят из ума. Ум создал всю эту игру. И глубокий сон – образец этого. Да, но мы боимся смерти, но не боимся глубокого сна. На самом деле нам нужен глубокий сон. У нас есть все эти страхи, связанные со смертью. На самом деле, запрограммировано ли тело на смерть? Есть ли какая-то передача? Глубокий сон – это пример того, что происходит, когда вы умираете. Он освобождает вас от того давления, которое оказывает на вас мир. Если бы у вас не было возможности глубокого сна, то вы не смогли бы выжить, потому что мир предстает во всей своей огромной иллюзорной силе. Но когда вы спите, тогда вы на время отпускаете мир. А проснувшись, вы можете вернуться в мир и продолжить. Так что глубокий сон – это пример смерти. Так это должно произойти, когда вы полностью отпустите тело и пойдете вперед, в бесконечность. Так вы говорите, что тело может быть мертво, но ум все еще существует? Ум всегда существует. За исключением того, что ума нет. Конечно, ума нет. А что насчет подсознания, Роберт? Подсознание – это ум. Подсознательный ум, сознательный ум, бессознательный ум. Все это аспекты одного и того же ума. Только один ум кажется реальным, и именно этот ум вызывает все неприятности. Этот ум вызывает ваше подсознательное переживание, ваше субъективное переживание, ваше сознательное переживание. Все они исходят из этого ума. Вот почему мы говорим, что нужно уничтожить ум. Тогда все останавливается. Роберт, по-моему, прежде вы говорили, что подсознание как-то связано с предопределенностью или чем-то таким. Это правильно? Иначе говоря, все, что приходит в ваше подсознание, это то, что ведет вас, как ваша судьба. Подсознание – это та часть вас, которую вы не осознаете. Это вещь, которую вы подобрали случайно. Глубокие страхи, глубокое разочарование. Все это в вашем подсознании. Может быть, я неправильно помню, но я думал, что вы связывали предопределенность с подсознанием, в котором кроется все, что нам предначертано делать. То есть, самскары. Вы говорите о самскарах из прошлых жизней. Все эти вещи вышли в ваше подсознание. Вы можете назвать их вашим подсознательным умом. И он останется с вами до тех пор, пока вы не уничтожите его. Пока он не будет полностью разрушен. Жизнь за жизнью он идет вместе с вами. Когда вы переживаете свою прорабдха карму, когда вы отрабатываете ее, то те вещи, которые происходят с вами, это карма из прошедшей жизни. Из предыдущей жизни или из многих предыдущих жизней. И так до тех пор, пока вы не откажетесь от всего и не станете совершенно свободны. Так что глубокий сон, карма, различные состояния сознания – все это синонимы. Мы же выходим за пределы всех этих вещей. Роберт в своих книгах Рамана говорит, что осознавание реальности существует даже в глубоком сне, потому что реальность не может быть бессознательной, и потому аспект пребывания этой реальности бодрствует всегда. В глубоком сне существует я. Да, но это не связано с умом и мозгом. Поэтому получается, что мы как бы не сознаем его. Вы не сознаете физический мир. Но я существует. Да, поэтому сознание существует в глубоком сне, и оно бодрствует. Я существует, когда вы видите сон. Оно существует, когда вы спите. Оно существует, когда вы бодрствуете. Так что же это за я? Почему оно не бодрствует, подобно тому, как мы, кажется, бодрствуем? Или, может быть, оно бодрствует? Что? Когда мы в глубоком сне. Что бодрствует? Ну, я есть бодрствует. Я есть существу и всегда. Сознание существует всегда. Может быть, в то время, когда мы находимся в глубоком сне, мы бодрствуем, а когда мы просыпаемся, тогда забываем, что мы бодрствовали в другом качестве. Если вы понимаете, о чем я. Когда вы находитесь в глубоком сне, вы мертвы для этого мира. Да, и для ума тоже мертвы. И мертвы для эго. Ум все еще существует. Ум существует и в то время, когда вы спите. Роберт, что происходит, когда у вас есть переживание пребывания вне тела? Когда у вас происходит переживание пребывания вне тела, то кажется, будто ваше астральное тело выходит из физического и плавает вокруг какого-то места. Что вы сказали? И вы смотрите на себя сверху вниз. Вы смотрите сверху на иллюзию. Переживание выхода из тела – это тоже иллюзия. И то, и другое ложно. Как это происходит с физической точки зрения? Вы думаете, что есть душа. Ваша так называемая душа. Но нет никакой души. Кроме подошвы моего ботинка. Нет, это каблук. Это и каблук, и душа. Вам кажется, что у вас есть переживание выхода из тела, когда ваша так называемая душа покидает ваше тело. Вам кажется, что это другая плоскость. Это путешествие на астральном плане. Сознание смотрит сверху на ваше физическое тело. Не сознание, а астральное тело. У нас есть астральное тело. У нас есть так называемое каузальное тело. У нас есть физическое тело. У нас есть ментальное тело. Все эти тела кажутся одним. Они все друг внутри друга. Когда у нас есть переживание выхода из тела, тогда кажется, будто астральное тело покидает физическое тело. И кажется, будто оно способно перемещаться, веселиться, делать все, что ему нравится. В то время как физическое тело спит. Но это когда мы бодрствуем. У вас есть переживание выхода из тела во время бодрствования? Да. То же самое. Нет никакой разницы. Все это ложь. Роберт, в чем разница, когда учителя говорят о том, что не имеют такого переживания в астральном, каузальном или астральном теле, но имеют такое переживание в теле души. В сольном теле. В теле души. Сольное тело. Тело души, души. О, тело души. Ну и что с этим? Просто есть большая разница, потому что это очень условные тела. Но тело души – это духовное тело. У него есть такие переживания. Оно проходит через разные сферы и всякие уровни. Пока есть тело – это ложь. Все эти тела не существуют. Тело души, тело пятки – никакое тело. Нет никаких тел. Тела исходят из ума. Вселенная и все сущее – это эманация ума. Когда ум разрушается, то нет больше никаких тел. Кажется, что в вашем учении другая точка зрения. Я пытаюсь найти соответствие с другими учениями, потому что другие учителя говорят, что для того, чтобы рассмотреть все проявления, от тончайших до самых грубых, существуют положительные и отрицательные аспекты. При этом положительный аспект подобен духу, а отрицательный не обязательно соответствует плохим качествам. Это просто как аккумулятор, где есть плюс и минус. Это просто два полюса одной батареи, позволяющие рассмотреть все проявления. А другие учителя говорят, что эти планы существования, все эти проявления – это неплохо, что карма – это неплохо, это больше творческий тип проявления. Я слышу, как вы говорите, этого не существует, этого не надо принимать во внимание. Учителя других философских школ принимают это во внимание. Дзенские мастера сказали бы, что утверждать, будто абсолют – это просто ничто, а затем исключить все проявления – это богохульство, ересь. Потому что они вместе, и то, и другое – это одно и то же. Самсара – это нирвана. Нирвана – это самсара. Это учение дзен. Это буддистское учение, я понимаю, о чем вы говорите. Но вопрос вот в чем. Откуда все это взялось? Откуда взялась самсара? Откуда пришла душа? Откуда все взялось? Все это пришло из ума. А откуда пришел ум? Ум не существует. Так что если ум не существует, то ни в этой вселенной, ни где-то еще абсолютно ничего не существует. Существует полная пустота, полная свобода, полное освобождение, выходящее за пределы всего, что вы только можете вообразить. Это как дзенское изречение – пустота есть форма, а форма есть пустота. На этом уровне вы можете сказать, что это так. Вы можете сказать, что пустота есть форма, а форма есть пустота. Но что в этом хорошего? Почему вы хотите сказать именно так? Все еще перелопачиваем Майю. Смех. Из одной системы в другую. Майя приходит, Майя уходит. Да, до тех пор, пока что-то происходит, ум остается активным. В целом, идея заключается в том, чтобы выйти за рамки всех этих учений. Выйти за пределы всего. И это не пустота. Вы идете за пределы пустоты. Как я говорю, есть нечто очень невыразимое, которое нельзя выразить словами, которое находится за пределами всего, что можно себе представить, почувствовать и чем вы можете быть. Получается, что это полнота, о которой они говорят, заполненная пустота. Вы свели это воедино. Когда вы говорите о высшей реальности, буддисты называют это заполненной пустотой. Да. То же самое. Все еще Майя. Все еще слова. Вы за пределами этого. Мы за пределами пределов. За пределами пределов пределов. И так можно продолжать бесконечно. Пока он не остановится. Пока ум не остановится. Роберт, насчет остановки ума. Вы часто говорите, что самоисследование – это полезная штука. Когда-то на прошлой неделе вы говорили о том, чтобы жить в настоящий момент. А жизнь в данный момент кажется, что самоисследование подразумевает отбрасывание чувств или выход за рамки чувственного переживания. пребывание в настоящем времени – это постоянная борьба. Ведут ли самоисследование пребывания в настоящем времени в одном и том же направлении? Да, и то, и другое идет в одном и том же направлении. Это методы для того, чтобы выйти за пределы ума. Методы для того, чтобы уничтожить ум и выйти за пределы всего, что есть. Чтобы стать полностью свободными и полностью освобожденными. Используйте любой метод, который подходит вам в данный момент. Все, что вы делаете, вы делаете для того, чтобы стать совершенно свободным. Ну, Роберт, кажется, что здесь мы находимся в лучшем из обоих миров. Потому что подавляющая часть населения, находящаяся вне этой комнаты, не связана ни с чем из этого. Большую часть времени они занимаются своими делами. И еще есть просветленные люди, подобные вам, которые находятся здесь. И здесь же есть мы, те, кто находятся в подвешенном состоянии. И это кажется самым разочаровывающим местом. Я имею в виду, что мы можем сделать для того, чтобы избежать самоубийственного отчаяния и разочарования. Вы можете перестать думать так, как вы думаете сейчас. Смех. Я бы хотел. Просто наблюдайте в своем. Наблюдайте свои мысли. Наблюдайте, что вы говорите. Следите за своими мыслями. Следите за тем, что вы говорите. «Бросьте это». Бросьте это. Избавьтесь от этого. Не таскайте это за собой. Не позволяйте вашему уму делать все эти длинные утверждения. Ловите себя в момент, когда вы начинаете думать, и попрошайте, кому это приходит. И следуйте за этим до конца. Делайте все, что нужно, чтобы заставить им прекратить думать таким образом. И это произойдет. Вы должны снова, снова и снова идти внутрь. Пока не придет день, когда вам больше не нужно будет идти внутрь. Чем глубже вы идете внутрь, тем быстрее вы избавитесь от всей этой чепухи. Чтобы не возникало в уме, единственное, что нужно сделать, это выбросить его. Это все мусор. Да. Когда вы будете делать это, заодно выбросите из себя самого. Хорошая идея. Могу ли я переработать это? Ученики смеются. Делайте с этим все, что хотите, только избавьтесь от него. Перепакуйте его. И еще раз. Сделайте вашу жизнь очень простой. Пусть ваши мысли будут очень простыми. Пусть ваша жизнь не будет слишком абстрактной. Оставьте все в покое. Живите в данный момент. Не пытайтесь что-то анализировать, понять или придумать решение. Нет никаких решений. Нет никакой надежды. Забудьте все, чему вы когда-либо научились. Уподобьтесь новорожденному младенцу. Помните о практике божественного неведения и будьте самими собой. Что такое практика божественного неведения? Это когда вы понимаете, что ничего не знаете о том, чем все в действительности является. Когда вы начинаете видеть, что все существует потому, что существуете вы. Когда вы понятия не имеете, что на самом деле представляют собой все существующие вещи. Возьмите, например, дерево. Что такое дерево? На самом деле никто этого не знает. Мы даем ему имя, мы называем его деревом и говорим это дерево. Но у нас нет ни малейшего представления, откуда оно появилось и почему оно здесь. Мы знаем, что мы рубим его и используем в качестве материала. Мы делаем из него мебель. Мои понятия не имеем, откуда оно взялось. Мы могли бы назвать дерево собакой или птицей, но мы называем его деревом. Таким образом, мы принимаем его как должное. Божественное неведение это когда вы понимаете, что не знаете ничего ни о чем. Можно ли назвать это практикой? Как нам практиковать, чтобы добиться этого? Когда вы смотрите на все и понимаете, что ничего ни о чем не знаете, то у вас сама собой развивается величайшая скромность. Вы избавляетесь от образа умника, который знает и о том, и об этом, и вообще обо всем, но который на самом деле ни о чем не знает. Вы ни о чем не знаете, у вас просто есть воспоминания. не исследовании мы отвергаем это. В само исследовании вы можете свести все эти вещи на нет. Похоже, это лучше делать в само исследовании типа «кто я?» или «кто чувствует гнев?» Если вы говорите «что такое дерево?» «я не знаю, что такое дерево» или «на самом деле вам нет нужды делать это. Все эти вещи не беспокоят вас». Просто поймите, что когда вы родились, всему в этом мире было дано имя. Вам сказали, чтобы вы называли кошку кошкой, собаку собакой и так далее. Но в действительности вы понятия не имеете, или собакой. Вы просто появились на этой земле в вашем теле. Такой подход делает вас очень скромным, делает так, что ваше сознание становится очень смиренным. Когда это происходит, вы можете продвигаться дальше. Помните, что действительно невозможно идти дальше по пути, если вы не развили в себе великое смирение. Если вы думаете, что вы слишком много знаете, что вы знаете все, то это сдерживает вас. Все человеческое знание не дает вам испытать переживания своего истинного я. Поэтому, когда вы развиваете великое смирение, то можете продвигаться дальше и дальше, пока вы не прикоснетесь к месту истины, которой вы сами являетесь. Можете ли вы сказать, что практика божественного неведения носит следующий характер «я ничего не знаю». Вместо того, чтобы носить оттенок фамильярности, как «я» это мое и моя память, и нам известно, что все представляет собой. Но божественное неведение носит такой характер «абсолютно ничего ничего знаю о себе и ни о чем, не имею никаких желаний или стремлений, просто я ничего не знаю, это непознаваемо». Такой подход. Какой тупой парень. Смех. Оно носит такой характер время от времени. Да, можно сказать, что да. Или мы можем получить работу у Джерри Брауна, где, как нам известно, никто не имеет ни малейшего представления, что происходит в любой момент времени, начиная с самого Джерри и далее вниз. Смех. Да, вы можете сказать это. Вы уже это сказали. Это кажется самое замечательное изложение сути всего учения, я так думаю. И это только начало. Начало моего конца. Да, меня, меня, меня. Керима, вы не хотели бы спеть песню? О, я пришла неподготовленной. Да ладно, и так нормально. Да, правильно, так будет спонтанно. Хорошо, я спою. Керима поет, затем Мэри читает джиняне. Спасибо, Мэри. Спасибо, Роберт. Не забывайте любить себя, молиться себе, поклоняться себе, кланяться себе, потому что Бог живет вас, как вы. Вы есть то. Многие из вас были вместе со мной довольно долгое время. Среди вас есть преданные, ученики и ищущие. Но я не собираюсь на сегодняшнем занятии выдаваться в определение этих вещей. если вы ученик или ищущий и вы по нескольку раз слышите одно и то же, то через некоторое время вам становится скучно, потому что мы слышим одни и те же истории, возможно, те же самые наставления и те же самые шутки. Преданным же никогда не бывает скучно, ибо они слушают не головой, а сердцем. Подумайте об этом, о мудрецах и всех великих мастерах, вокруг которых были преданные ученики и ищущие. Возьмем, например, Иисуса. Он многократно повторял, ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Можете себе представить, сколько раз Он говорил это все новым толпам и все новым людям? А преданные, которые постоянно были с Ним, слышали это снова, 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 снова и снова. И знайте, я с вами всегда до конца мир. К Нему приходили новые люди, которые слышали эти наставления впервые. однако преданные бывшие с Ним слышали все это опять и опять. Возьмите Пхагвана Рамана Махарши. Его окружали 30-40 преданных, которые были с Ним более 40 лет. Два раза в день они шли в холл и просто сидели там. Смотрели на туристов и новичков, которые приходили в холл, задавая одни и вопросы снова и снова. Его преданные знали наизусть все, что Рамана собирался сказать. Они могли бы сказать то же самое, что и он, потому что они слышали это в течение 40 лет. Представьте, если бы вы были со мной в течение 40 лет, делая то же самое снова и снова и снова. ученики, ищущие все время жаждут новой жизни. Они не могут долго сидеть на одном месте. Они должны идти туда, где происходит действие. В город приезжает новый учитель, и они думают, что услышат что-то мудрое от него, что-то особенное, потому что они раньше не видели этого учителя. Чтобы увидеть разных учителей, они путешествуют по разным штатам и по разным странам. Но они не могут долго оставаться на одном месте. Они способны на это только до тех пор, пока их не клюнет жареный петух. И тогда они снова должны бежать к другому учителю. Еще раз, так происходит потому, что они слушают головой. Они слушают слова. Они думают, что слова сделают это. Слова ничего не сделают. Слова это слова. Верный другое. Если преданный слышит правильные слова от мудреца, то эти слова дадут ему просветление, потому что он не слушает эти слова как просто слова. Он слушает эти слова как слова Бога. Каждое слово, которое преданное слышит от мудреца, это проявление слова Божьего. Но ученики ищущие не относятся к этому таким образом. Они принимают все буквально. И они хотят слышать новые слова, новые истории, новые анекдоты, новые учения. Возьмите Бунту. Бунта путешествовал со своими преданными через джунгли и через леса. Они шли горными тропами, заходили в деревни и города. Бунта передавал одно и то же учение снова и снова. Все мая, реально только истинный я. Подумайте, сколько раз преданные Бунта слышали это. Разве они разочаровались? Разве им стало скучно? Конечно нет, ибо они поняли, что имели дело не с человеком. Во всех священных писаниях в Упанишадах написано, что достаточно быть рядом с мудрецом. Ничего другого не требуется. не нужны ни наставления, ни лекции. Тем не менее, для большинства людей здесь, на Западе, разговоры стали очень значимы. Потому что на Западе люди традиционно были приучены слушать болтовню других людей. Обычно это все начинается с телевидения. еще до того, как вы научились читать, еще до того, как вы научились ходить, вас усаживали перед телевизором, чтобы вы вели себя тихо, пока ваша мама убирает в доме. Вам три или четыре года, вас усаживают перед телевизором, и вы начинаете смотреть мультики. Затем ваша мама переключает телевизор на тот канал, где идет мульная опера, и вы смотрите уже эту передачу. И все это происходит еще в дошкольном возрасте. Таким образом, ваш мозг уже подвергается бомбардировке словами. В результате вы вырастаете, полагая, что слова обладают силой. И они действительно обладают силой для тех людей, которые были воспитаны так, что они думают о словах. Изучая метафизику, вы узнаете, что слова материальны, что слова это сила, что слова заставляют вас чувствовать себя несчастными или расстроенными. И это верно для людей, которые воспитывались, слушая слова. Тем не имеют никакой силы. Это человек говорит, что слова имеют сил. Поэтому, если человек правильно всем сердцем слушает слова мудреца, то его сердце откроется и он освободится. Подумайте об этом. Преданный может быть рядом с мудрецом в течение нескольких недель или месяцев и не обменяться с ним даже словом. Годами они могут не перемолвиться ни единым словом. И подумайте, к какому распорядку привыкли вы. Многие из вас говорят, «О, я хочу жить во шраме». Вам бы там не понравилось, вы бы там не выдержали, во всяком случае, некоторые из вас. Это отнюдь не ложа из роз. Это звучит увлекательно только когда вы читаете об этом. Когда вы читаете о людях, которые находились в присутствии Рамана Махарши, то вы хотите быть одним из них. Тем не менее, если вы были бы одним из них и были бы такими, каковы вы сейчас, то вы бы убежали оттуда через пару недель или пару дней. Вы бы там не остались. ибо там день за днем, день за днем, день за днем происходит одно и то же. В прежние времена в Раман о шраме было принято вставать в три часа утра. Каждый день в течение сорока лет. Никаких праздников. Весь день сидеть на полу, на каменном полу. Многие люди могут выдержать нечто подобное. Вот почему я всегда говорю «Не обманывайте себя». На самом деле духовная жизнь – это не ложа из роз. Это реальная сдача себя, отказ от эго. Не делать того, чего хочет эго. Не желать никаких развлечений. В Индии в старину богатые люди Раджи покупали услуги Гуру. Гуру не жил во дворце, но его всегда могли вызвать к царю или Радже, чтобы удовлетворить их прихоть. Когда Раджи чувствовал тягу к духовному, он посылал за Гуру, а затем отсылал Гуру прочь. И, конечно, Гуру не был искренен, ведь ни он, ни его учения не были там на первом месте. Но он делал это ради подарков и денег. Духовная жизнь — это не ложа из роз. Несаргадата Махараш сказал, «Когда мне было 33 года, я нашел моего учителя, и я слушал каждое сказанное им слово всем своим сердцем. Я воспринимал каждое слово буквально. Я сдался ему целиком. В конце третьего года я был освобожден». Многие из присутствующих сегодня здесь все время говорят о том, что хотят освободиться. Когда же я стану свободным? Взгляните на свою жизнь, как вы живете каждый день, и вы увидите, почему вы не освобождены. Если вы полностью все отпустите, если у вас не останется в этом мире ни желаний, ни потребностей, то вы пробудетесь. Ибо когда не останется ничего, что удерживает вас, вы станете свободны. Но до тех пор, пока вы держитесь за что-то в этом мире, будь то человек, место или вещь, до тех пор, пока вы хотите весело проводить время, ходить туда и сюда, пока вы считаете, что эти вещи весьма необходимы для вашего существования, для вашего раскрытия. Вы будете говорить «Я не мог обойтись без этого, я бы не знал, что я бы без этого делал». Разве сейчас вы не видите, что это удерживает вас? Ваш образ жизни удерживает вас? Например, вашим образом жизни может быть болезнь. Пока вы верите в болезнь, пока вы все время говорите о своей болезни, пока вы думаете, что болезнь управляет вами, что она подавляет вас и в конце концов убьет, то болезнь является вашим гуру. Не так ли? Потому что она управляет вами, и у нее есть над вами власть. Она говорит вам, как себя вести, как плакать, как жметь себя. Но посмотрите на жизнь Рамакришны, Раманы Махарши и многих других. Их не беспокоило, что делало их тело, что происходило с этим телом. Они всегда были истинным я, абсолютной реальностью. Они всегда были чистым осознаванием без усилий. 24 часа в сутки. Пусть так называемое тело делает то, что хочет. Если оно хочет быть здоровым, пусть оно будет здоровым. Если оно хочет быть больным, пусть оно будет больным. Но это не имело абсолютно ничего общего с ними. теперь сравните с этим ваше собственное я. Когда некоторые из вас простужаются, они тут же звонят мне. «Ой, я умираю, у меня все болит. Не можете ли вы помочь мне? Не можете ли вы вылечить меня? Я не знаю, что мне делать». Вы привязаны к телу. И вы чувствуете, что тело разрушает вас. Оно заставляет вас реагировать определенным образом. То же самое верно и для финансов, для денежных средств. У вас есть определенные убеждения по поводу этих вещей. Вы верите, что если у вас есть много денег в банке, то это хорошо, и вы чувствуете себя в безопасности. Если у вас в сейфе есть сбережения, то вы чувствуете себя в безопасности. Но если вам когда-то приходится использовать эти деньги или тратить их, то вы сходите с ума. Пропала ваша безопасность. Разве сейчас вы не видите, как все это не дает вам достичь просветления? все эти годы вашим богом были деньги. И когда вы думаете, что вам придется потратить их, как-то избавиться от них, что их у вас украдут, что вы где-то их потеряете, то вы пропали, вас нет, с вами покончено. Деньги были вашим богом, вашим учителем. С общением то же самое. Вы верите, что у вас должны быть определенные партнеры, определенные друзья, такие, чтобы вы могли получать удовольствие. Если их у вас нет, то вы скучаете и вы постоянно несчастны. Может ли истинный я когда-либо быть несчастным? Может ли истинный я когда-нибудь скучать? Кто скучает? Истинный я? Конечно нет. Многим из вас нужно делать одну вещь за другой. Одно следует за другим, потому что вы не можете сидеть на месте. Вы бежите из кинотеатра в ресторан, на пикник, в боулинг, от одного к другому. Вы не хотите оказаться в промежутке между событиями, попасть туда, где абсолютно нечего делать. Когда вы смотрите фильм, то уже думаете, что собираетесь делать после фильма, потому что не хотите попасть в паузу, где вам нечего делать, потому что вам придется остаться наедине с собой, обратиться к себе лицом и увидеть, что делать нечего. Но вы не хотите так поступать. Может ли истинный я когда-то быть одиноким? Может ли истинный я когда-то бояться что-то потерять или что-то получить? Истинный я есть истинный я. Это независимая абсолютная реальность. Это то, что вы есть. Тем не менее, независимо от того, сколько раз я говорил вам об этом, вы, выходя за эти двери, попадаете в лапы относительного. В мае. Мир заставляет вас реагировать. Когда вы приходите сюда, то чувствуете себя хорошо, по крайней мере некоторые из вас так говорят мне. Но когда вы выходите отсюда, то должны вернуться домой и стать лицом к лицу со своей работой, со своими близкими, с миром. И вы разочаровываетесь, и вам становится скучно. Когда вы приходите сюда, то слышите, что я говорю об одних и тех же вещах снова и снова. Вы всегда думаете, возможно, я приду сюда, и, возможно, Роберт скажет что-то новое, что-то более глубокое, чем то, что он говорил когда-либо раньше. Истина не глубока, глубока философия, глубока психология, но истина проста. Должно хватить и того, что я говорю. Все хорошо, и все разворачивается как надо. Вашем сердце должно быть теплые чувства, и вы должны чувствовать, что в вашей жизни все улажено, что нечего бояться и не с чем бороться. Но вместо этого некоторые из вас, слушая, как я говорю, все хорошо и все разворачивается как надо, думают про себя, что он собирается сказать сейчас. Еще какие-то слова мудрости. Но преданные думают не так. Преданные даже не слушают меня ушами. Преданные это я, мы это одно. И сижу ли я без движения в течение часа, говорю ли я, чихаю ли я, стою ли я на голове, все это одно и то же. Нет никакой разницы, потому что преданные не приходят и не слушают лекции. Поэтому подумайте, откуда вы пришли. Откуда вы пришли? Что происходит внутри вас? Вы говорите, я хочу быть просветленным, я хочу быть самореализованным, я хочу пробудиться. Я был с Робертом уже два дня и до сих пор еще не пробудился. Пришло время найти другого учителя. нет никакого времени. Забудьте о времени. Пусть у вас не будет причины, чтобы приходить сюда. Просто будьте здесь. Если у вас есть цель, то вы всегда будете разочарованы. Если у вас нет цели, то вы уже пробудились. Чего вы хотите? Что вы ищете? И это должно быть пустым. Вы абсолютно ничего не хотите. Вы ничего не ищете. Вы должны быть полностью честны с самим собой. Вы должны действительно увидеть, где вы находитесь, что вы делаете с собой. В конечном счете пробуждение – это дело вас и вашего истинного Я. Когда вы пробуждены во время глубокого сна, тогда вы видите себя такими, какие вы сейчас. Поэтому когда вы находитесь в глубоком сне в то время, когда бодрствуете, то вы стали освобожденными. Как вы можете быть в состоянии глубокого сна во время бодрствования? сна. пустой ум, не мыслей, не стремлений, не потребностей, не желаний, не гнева, не обиды. Тогда вы спите в этом мире. Вот что я имею в виду, когда говорю «спите во время бодрствования». Вы также спите в этом мире, как вы спали в мире глубокого сна, и вы проснулись в этом мире. Отсюда следует, что когда вы спите в этом мире, то вы пробуждаетесь к реальному миру. Поэтому еще раз, как вам стать спящими в этом мире? Путем полной сдачи истинному Я. Если вы полностью сдаетесь истинному Я, Богу, то это на самом деле означает, что вы отказываетесь от всех ваших страхов. Вы отказываетесь от всех ваших желаний. Вы отказываетесь от всех ваших стремлений, ваших потребностей, вашей мудрости, ваших так называемых знаний. Вы сдаете все это. Тогда вы спите во время бодрствования. Но если вы пытаетесь что-то изменить, исправить или сделать так, чтобы все шло так, как вы хотите, носитесь повсюду в поисках новых учителей и новых книг, участвуете в философских обсуждениях, спорах, дебатах, то вы не спите в этом мире. Это похоже на то, что вы находитесь во сне и видите сновидение. И это сновидение настолько захватывает вас, что никто не может сказать вам, что это всего лишь сон. Когда вы начинаете отпускать сновидение, тогда вы попадаете в глубокий сон без сновидений. А затем вы просыпаетесь для этого мира. Если вы путем сдачи отпускания, развития великой скромности, практики божественного неведения, отпускаете этот мир сновидения, то вы должны пробудиться. Вы должны, ибо вы больше не держитесь за вещь, и потому становитесь совершенно свободны. Именно поэтому вы всегда можете определить для себя, насколько далеко вы прошли по этому пути. Проверяйте себя ежедневно, один раз в день. Просто возьмите сегодняшний день и посмотрите, во что вы были сегодня вовлечены. На чем были сосредоточены ваши интересы? Если вы думаете о Боге, то Бог будет думать о вас. Это просто означает, что если вы сдадите все истинному «Я», то вы пробудитесь, как истинный «Я». Но если вы наслаждаетесь этим миром и принимаете его серьезно, если вы думаете, что мир припас для вас разное удовольствие и игры, если вы думаете, будто у мира есть что предложить вам, то вы застряли в мае. Я знаю, что многие из вас не любят слушать подобные вещи, ибо они означают, что вы должны отказаться от всего. Но говоря это, я совершенно правдив с вами. Да, это означает, что вы должны бросить все, если хотите освобождения. Это на самом деле не шутка. Вам придется отказаться от всего, во что вы когда-либо верили. Вы должны сдать всю свою жизнь. Я не говорю, что вы не можете пойти в кино, на танцы, в оперу, или что вы не можете наслаждаться. Но вы должны знать, кто есть тот, кто наслаждается. Другими словами, не увязайте в том, что вы делаете. Старайтесь всегда помнить, что тело будет делать то, для чего оно пришло сюда. Однако это не имеет с вами абсолютно ничего общего. Проверьте сами себя. Постарайтесь понять, что когда вы спите, когда вы находитесь в глубоком сне, тогда у вас нет желаний, у вас нет стремлений. Вы не пытаетесь разбогатеть. Вы не пытаетесь избавиться от болезни. Вы не пытаетесь найти друга или подружку. Вы не пытаетесь бежать на пляж или еще куда-то, стараясь получить удовольствие. Вы находитесь в глубоком сне. Вот почему вы счастливы, пробуждаясь после глубокого сна. Первое мгновение после того, как вы пробудились от глубокого сна, вы чувствуете себя обновленными. Вы чувствуете себя хорошо. Проверьте себя, и вы увидите, ошибаюсь ли я. Неважно, о каких проблемах вы можете думать. Когда вы просыпаетесь после глубокого сна, вы всегда хорошо себя чувствуете. Пока вы не начнете думать. Когда я доходит до мозга, вы начинаете осознавать мир, Вселенную и ваше тело. Но до этого момента вы чувствовали себя замечательно. Таким образом, это доказывает вам, что когда вы можете сделать то же самое во время бодрствования, то вы спите наяву. Если вы можете сдать все, сдайте все. Тогда абсолютное счастье само собой придет к вам. Помните, что когда вы полностью сдали себя, то вы будете чувствовать величайшее счастье, величайшую радость и величайший покой. И это важный момент. Многим из вас кажется, что поход на вечеринку, в оперу, в кино, на танцы, в бар или куда-то еще дает вам наслаждение. Тем не менее, когда все эти походы прекращаются, то заканчивается и удовольствие, не так ли? Когда возбуждение проходит, и вы должны идти домой, тогда вам больше не кажется, что вы счастливы. Когда в баре вы напивались до потери сознания, шутили со всеми и смеялись, тогда вы заставили себя поверить, будто вам весело. Но в конце приходит время идти домой, тогда вы чувствуете себя подавленными. И вы чувствуете, будто что-то не так. Это показывает, что объекты этого мира никогда не могут дать вам постоянного счастья. Потому что поход в кино или в бар, выпивка или встреча с другом делают вас счастливыми лишь на некоторое время. Когда друг уходит, когда заканчивается выпивка, когда завершается фильм, тогда вы снова остаетесь наедине с собой. Счастье, которое давали вам все эти развлечения, подошло к концу. Это как пойти в группу, где люди шутят и смеются специально для укрепления здоровья. Туда, где есть весельчаки. Вы счастливы, вы смеетесь до упаду. Но все это продолжается до тех пор, пока звучат шутки. Когда все заканчивается, тогда вам снова приходится оставаться наедине с собой. Вам приходится посмотреть на себя. Вы уже не так счастливы, как прежде. Поэтому я снова говорю, объекты этого мира никогда не смогут дать вам прочного счастья. Постоянное счастье – это сама ваша природа. Но ваша природа была покрыта невежеством, Майей. Поэтому вы уверены, что мир может принести вам счастье и радость. Вы принимаете участие в жизни этого мира, в результате чего какое-то время вы счастливы, а какое-то время нет. Вам хорошо, а потом нет. Таким образом, вы, подобно всем остальным, проходите через все хитросплетения жизни. Но мудрый человек, джиняне, не должен носиться по всему миру в поисках учителя, новых книг или новых развлечений. Мудрый человек понимает, что все это в нем самом. Эта великая реальность в нем самом. Он сам и есть эта великая реальность. Тут нет секрета. Вы единственны. Вы всегда были одним. И внутри вас больше счастья, чем все вы можете найти во всем этом мире. Но вы должны быть честны сами с собой. Еще раз. Вы должны полностью сдаться и бросить все, что делало вас счастливым в этом мире. Бросить свое так называемое счастье. Но не физически, а умственно. Но есть вещи, от которых вы должны отказаться и физически. Если вы принимаете наркотики, если вы слишком много пьете, если у вас есть вредные привычки, то вы должны работать над собой. Вы работаете над собой, практикуя самоисследование. Кому нужны эти привычки? Кто нуждается в наркотиках, чтобы войти в измененное состояние сознания? Кто нуждается в выпивке, чтобы расслабиться? Кто нуждается в телевизоре, радио или чем-то еще, чтобы развлечься? Кому нужны все эти вещи? И понимать, что всякий раз это был я. Я одурачила вас все эти годы. Заставляю вас верить, что если вы найдете правильного супруга, если вы найдете правильного гуру, если вы найдете нужную книгу, если вы найдете правильный штат, в котором будете жить, если вы найдете правильную страну, правильного друга, то вы будете счастливы. Но, как мы знаем из собственного опыта, это не ответ. Ответ в вас. Вы и есть ответ. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Вот о чем я подумал. Это следствие, которое имеет причину. Подразумевается, что причиной является то, что произошло в прошлом с данным психосоматическим устройством. В этом случае я могу предполагать, что когда происходит что-то хорошее, то я получаю награду, а когда происходит что-то плохое, то меня наказывают. Но мне интересно вот что. Если это не какой-то определенный человек, который «а все эти вещи случаются просто так», то я не должен чувствовать себя награжденным или наказанным. И все эти вещи случаются просто так. И, кстати, может быть, известную поговорку «что посеешь, то и пожнешь» точнее будет сформулировать иначе. Как посеяно, так и будет сжато. То есть все делается не каким-то так называемым человеком. Есть какие-то соображения по этому поводу? Мудрый человек понимает, что карма существует только для тела, только для эго. Следовательно, мудрый человек вопрошает, кому пришла эта карма, кто связан кармой. И вы узнаете, что это не вы. Что это эго, я мысль, связана кармой. Поэтому вы должны действовать так, как если бы карма даже не существовала. Даже если вы связаны кармой, действуйте так, будто ее не существует. И попрошайте, для кого она существует? Кто имеет карму? Если вы попытаетесь сделать это другим способом, как вы только что объяснили, то вы ввяжетесь в битву. Ибо если вы узнаете, по какой причине что-то случилось с вами, что такого вы сделали в предыдущей жизни, за что теперь расплачиваетесь, то вы будете оплакивать это, расстраиваться из-за этого, слишком много думать об этом и интересоваться, что вы делали в предыдущей жизни. Делая это, вы тратите свою энергию. Правильно будет понять, для кого есть карма. Не для истинного «я», не для абсолютной реальности, не для чистого осознавания. Только для эго, а никакого эго нет. Так где же карма? Следуя этим путем, вы немедленно почувствуете себя счастливыми. Потому что вы пришли к этому выводу и поняли, что эго не существует. Если эго не существует, то и карма не существует, и вы совершенно свободны. И вы немедленно рождаетесь снова в новую жизнь. Что бы ни случилось в прошлом, сколько бы ошибок вы ни сделали, независимо от того, какие плохие поступки вы совершали, что бы вы ни сделали людям в прошлом, не думайте об этом. Вместо этого, думайте, кому приходит эта вера в карму и в делание. Разве я деятель? Разве я человек, который страдает от кармы и должен испытывать влияние вещей? Я вспоминаю, как много лет назад был во Флориде, в Майами. Я пошел на Теософскую встречу. Там было 40-50 стариков, среди которых было несколько коллег. Все они постоянно говорили о своих проблемах, и все они верили в одно и то же. Они говорили, это моя карма. Я должен пройти через свою карму. Я должен отстрадать свою карму. Я ничего не могу сделать. Я должен принять это. Это полный вздор. Карма вообще не существует. Эго вообще не существует. Деятель вообще не существует. Но чтобы открыть это для себя, вы должны вернуться назад и спросить. Тогда к кому же это приходит? Кто думает об этом? Кто чувствует себя подавленным из-за кармы? Кто считает, что он болен, беден, что у него проблемы, и что все это следствие кармы? Кто верит во все это? Когда вы выясните, кто верит в это, и поймете, что эго, которое верит в это, вообще не существует, то вы станете совершенно свободны от всего и найдете вечное счастье и покой. Можно ли также сказать, что ничего двойственного не существует? Ничего какого? Ничего двойственного. Двойственность вообще не существует. В истине, в реальности, нет двойственности. Двойственность для относительного мира. Но нет никакого относительного мира. Так для кого же существует относительное? Вы всегда возвращаетесь к основам. Если бы этот мир был реальным, то вам пришлось бы сражаться, чтобы преодолеть карму, чтобы преодолеть прошлые поступки. Вам пришлось бы бороться за свои права и приклеиваться ко всему этому. И вам пришлось бы постоянно носиться по всему миру в поисках новых учителей, потому что вам становилось бы скучно со старыми. Вам пришлось бы искать новые книги, потому что вам становилось бы скучно со старыми книгами. И это никогда не кончается. Когда вы понимаете и когда вы видите, для кого все это, для кого этот мир, для кого эти страдания, то проходят через все это. И если вы действительно искренни, то вы скажете «всё это для меня», «я прохожу через всё это». Но тогда вы придёте к заключению «это «я» не существует». «Я» мысль никогда не существовала и не будет существовать. Она невещественна и никогда не была рождена. И вы обнаружите, что вы совершенно свободны и освобождены. А, Роберт, делая самоисследование, мы говорим, с кем это происходит и так далее и тому подобное. Иногда я не отвечаю на вопрос, тут нет никакого ответа. Вы объясняли, что самоисследование – это в некотором роде процесс, состоящий из двух этапов. Можно ли просто отпустить на втором этапе и просто пребывать в покое? Оба пути правильны. Зависит от того, что вы чувствуете в данный момент. Один раз вам хочется пройти через весь этот процесс, говоря, к кому это пришло. Это пришло ко мне. Кто я? И пребывать в покое. В другой раз вы можете сказать, к кому это пришло, и понять, что я не существует, и не идти дальше этого, а просто оставаться там. Это потому, что я застрял, я делал так, как вы учили. Я едва не попробовал создать «я», а потом вернуться к его источнику. Я знаю, что это глупо. Вы делаете то, что чувствуете. Да. Часто вы будете видеть, что просто можете сидеть, вообще не задавая вопросов. К вам приходит покой. Возможно, это и результат многолетней практики. Когда вы просто садитесь, и все тут же исчезает. Не бывает ли так, что временами существуют ложные чувства безопасности? Временами? Нет-нет, не возникает ли ложные чувства безопасности временами? Порой вы садитесь, и я очень расслаблена. Но оно не волнуется, это почти ленивая я. Оно не хочет делать самоисследование, потому что чувствует себя в безопасности. Имеет ли смысл то, что я говорю? И все же есть еще двойственность, потому что человек все еще отождествляется со спокойным «я», а затем он начинает волноваться. Вы должны пройти через это переживание, а затем осознать, что это не работает, и бросить его. Верно, но когда достигнут покой, не нужно ли? Я говорю о том, что даже если мы чувствуем этот покой, то не должны ли мы иногда просто продолжать самоисследование? Нет, наоборот. Когда мы ощущаем этот покой? Если вы чувствуете реальный покой, то это чувство вне самоисследования. Самоисследование – это метод, который вы используете, чтобы найти покой. Но однажды вы почувствуете покой, вы пребываете в том покое. Попробуйте углубиться в покой. Погрузитесь глубже в покой. Выйдите за пределы покоя. Но иногда у меня такое чувство, что внутри есть маленькое «я», которое погружается в покой. Так что это все еще «я». Это только временно. Потому что затем «я» входит внутрь и выходит наружу. Имеет ли это смысл? Да. Нет растворения. Это имеет смысл, потому что вы верите в это. Поэтому если вы верите в это, то вы должны работать над собой, чтобы избавиться от этого. Если вы считаете, что находитесь в ложной безопасности, когда обретаете покой, то вы должны спросить себя, кто чувствует ложную безопасность? Кому приходит мысль о ложной безопасности? А как насчет того, чтобы спрашивать себя, кто чувствует покой? Но если вы чувствуете, что этот покой нереален, то вы можете спросить себя, кто чувствует покой? Потому что до тех пор, пока мы можем чувствовать, что есть двойственность, он нереален. Если вы чувствуете двойственность, когда вы чувствуете покой, то вы должны спросить себя, кому это приходит. Не должны ли мы превзойти кого-то или что-то, что чувствует покой, и просто быть покоем? Вы будете знать, когда вы становитесь покоем. Вы будете знать, реально это или нет. Пока вам кажется, что это нереально, вы должны работать над собой. Но когда к вам приходит реальный покой, тогда все остальное исчезает. Вы будете повсюду чувствовать вездесущий покой. Вы будете ощущать всю Вселенную как покой, и вы будете знать. Но если вам приходится задавать вопрос, ощущаю ли я покой, то это не покой. Нет, я имел в виду выпрошать, не ощущаю ли я покой, а кто ощущает покой. Но если вам приходится задавать вопрос, то вы не чувствуете себя в реальном покое. Пока вы должны спрашивать об этом, то вам все равно придется работать над собой. Но, как я уже сказал, когда придет настоящий покой, вы узнаете об этом, ибо он превзойдет все. В том числе чувства. Да, все. Потому что некому будет чувствовать. Да, вы будете полностью свободны. И не зацикливайтесь еще и на этом. Смех. Но не будет никого, кто бы мог зациклиться. Смех. Вы будете знать, зацикливается ли кто-то. Вы почувствуете его своим «я». Тогда вам придется снова работать над собой. Но когда вы действительно превзошли все, и когда вы находитесь в реальном покое, тогда вы даже не знаете слово «покой». Вы станете невыразимым покоем, который превыше всякого понимания. И вы будете знать. Роберт, прежде вы говорили, что если мы хотим пробудиться, то мы должны просто сказать себе «пробудись сейчас». Несмотря на предопределенность и все прочие вещи, вы сказали, что мы должны просто сказать себе «пробудись сейчас, пробудись». Да, вы можете так сказать. Мы бываем в разном настроении. В разное время мы по-разному себя чувствуем. Есть моменты, когда вы можете сказать себе «пробудись, пробудись», когда вы можете так говорить с собой. Есть моменты, когда вы должны практиковать самоисследование. Бывает время, когда вы можете просто быть свидетелем и наблюдать себя. Бывает время, когда вы практикуете медитацию «я есть». Это зависит от вашего настроения. Есть ли что-то, что мы должны просто сказать себе «пробудись сейчас», вместо того, чтобы просто позволить этому случиться? Я склонен к большей практичности. Если я пробуждаюсь, то я пробуждаюсь, чтобы я не делал. Но я думаю, было ли что-то, что вы советовали нам говорить себе, чтобы пробудиться прямо сейчас, вместо того, чтобы позволить этому случиться, тогда, когда оно случится? Если вы находитесь в этом настроении, имейте в виду, что не надо понимать меня буквально, когда я рассказываю вам о разных методах. Не думайте, что вы навсегда привязаны к этому методу. Вот почему я делюсь с вами всеми этими методами. Проснувшись утром, почувствуйте сердцем, что вы должны делать. Пусть ваше сердце подскажет вам, что делать. Не делайте для себя это слишком трудным, будто вы должны сделать что-то, чего вам не хочется делать. На начальных стадиях многие люди начинают испытывать отвращение к практике самоисследования. Тогда отложите самоисследование на какое-то время. Вопрошайте, кто испытывает отвращение. Ученики смеются. Делайте все, что вы должны сделать для того, чтобы стать свободными. Я не могу рекомендовать вам постоянно повторять «пробудись сейчас». Бывают дни, когда вы чувствуете, что не хотите пробуждаться. Ученики смеются. Будьте собой. Делайте то, что приходит к вам естественным образом. Не становитесь рабом самоисследования. Вопрошайте, кто становится рабом самоисследования. Ученики смеются. Роверт, некоторые люди говорят, что полезным подспорьем для достижения свободы является понятие, которое в буддизме называется бодхичитой, или служением другим. Но вы знаете это, думать о других, а не о себе. Как вы думаете, это действительно так? Похоже, что Нисаргадата говорит, что это своего рода фальшивка. Для некоторых людей это действует. Многие люди не могут практиковать самоисследование. Они не могут прийти к выводу, что я и есть является единственной реальностью. Такие люди должны быть полезны для человечества. И делать что-то для людей, а не думать о себе весь день. Так вы думаете, что это полезное подспорье? Для некоторых людей вы должны делать то, что вы чувствуете. Если вы чувствуете, что служение поможет вам в вашем раскрытии, то обязательно делайте это. Не становитесь на другой путь. Не думайте, что у вас есть право на то, чтобы чувствовать себя выше других людей. Не думайте, что вы лучше, чем другие люди. Не думайте, будто вы представляете себе что-то важное и не причиняйте боль другим, делая неправильные вещи. Лучше отпустите все эти чувства и все эти эмоции. Отпустите все. Но если, тем не менее, вы чувствуете, что хотите помогать другим, делайте это всеми средствами. Это никогда не может повредить. Но не делайте это вашей садханой. Чувствуете ли вы во временами, что высокая мораль полезна сама по себе? Я имею в виду просто быть хорошим человеком. Как вы можете быть хорошим человеком, если вы не хороший человек? Многие из нас возвышают свои чувства, и мы стараемся быть хорошими, отмечая, сколько очков мы набрали в глазах Бога. Но Иисус сказал, только Бог хорош. Поэтому, когда вы станете Богом, тогда вы и будете хороши. Это то, что в традициях йоги называют яма и не яма. Вы знаете, что христианство говорит о том, что нужно быть очень чистым. Иногда это все, что можно действительно сделать в какой-то ситуации. Если человек хочет действовать определенным образом, то он иногда должен следовать правилам. Вот почему существуют различные уровни на пути к пробуждению. Вот почему я говорил, что самоисследование предназначено для зрелых душ. Адвайта Веданта предназначена для людей, которые, возможно, практиковали все эти вещи в предыдущих жизнях. И они прошли через все эти ямы и не ямы. Они прошли через все эти учения. Раджа-йогу, кундалини-йогу и так далее. Даже если учитывать все искажения истории, то кажется, что многие из просветленных учителей вообще не практиковали многое из этого. Я имею в виду, что я понимаю то, что вы говорите, но это своего рода редкость. Большинство учителей нарушают все правила и говорят, что это... Почему вас заботит, что делает большинство людей? Что делает большинство учителей? Пусть вас не волнует, что делает большинство учителей. Беспокойтесь о том, что нужно сделать вам. Работайте на себя. Пробуждайтесь. Если вы внутренне искренни, то вас никогда не притянет ни к одному из тех учителей, о которых вы говорите. В моем случае я делаю самоисследование, но иногда мне приходится сильно постараться, чтобы быть хорошим человеком. Ну так не старайтесь так сильно. Ну, я думаю, что это может быть тем, чему я должен научиться. Я имею в виду научиться контролировать свой норов в те минуты, когда я чувствую, что хочу ударить человека или порезать ему шины за то, что он подрезал мне на дороге. И меня привлекает самоисследование, хотя я не поднялся над всеми людьми мира, которые просто борются за выживание. Но вы знаете, вы говорите, что самоисследование предназначено для зрелых людей. Я люблю его, но в то же время я не считаю себя более зрелым, чем кто-то еще, кто находится на уровне начальных ступеней, яма и не яма. Тогда вы должны с этим работать. Всеми средствами работать со всем тем, с чем вы должны работать. Делайте и то, и другое. Это хорошее замечание. Мы никогда не должны обманывать себя. Есть многие люди, которые практикуют Адвайта-Виданту и считают правильным все, что они делают. Они считают, что ничего не делают. Они крадут у других людей и говорят, «Я не делаю этого». Ученики смеются. «Это не я, это эго. Во всем виновата эго. Я за пределами всего этого». Они воруют в магазине и говорят, «Это не я, это личное я делает все это. А я – это не личное я. Личного я не существует. Никто не делает этого». Ученики смеются. Да, но они перестают говорить это, когда их тело попадает в тюрьму. «Тогда они говорят, кто пойдет в тюрьму». «Тогда они говорят, почему это случилось со мной. Но кого это волнует, пока он не должен отбывать срок в тюрьме?» «Роберт, если у нас есть пагубная привычка к чему-то, то полезно ли в процессе практики идти прямо против нее? Как нам справляться с таким сильным увлечением, о котором вы говорили прежде? И это трудный путь». Если человек действительно хочет чего-то в мире, то не мог бы ли он просто делать то, что делают монахи, и использовать это в качестве упражнения? Или мы должны просто дать себе волю и делать то, что сказал Ражниш? «Большинство монахов, о которых вы говорите, хуже, чем большинство людей с рыночной площади. Потому что они находятся в своих телах, пытаясь заставить их прекратить делать все эти вещи. Но они не могут. Таким образом, они подавляют это. У них есть дурные мысли, они похотливы и так далее. Но они подавляют все это. Я помню, как много лет назад был в Японии и пошел в дзенбуддистский храм в Киото. И все монахи, ну не все, но большинство из них, ночью перелезали через забор и шли в борды, где пили саке и делали все, что хотели. Их родители отдали их в монахи еще когда они были детьми. Но все люди разные. Часто причина заключается в том, что они могут управлять храмом в своем селе и получать деньги. Это работа. Конечно. Потому что для японца это что-то. Так что я думаю, что это очень ограниченный пример. Конечно. Так что же мне делать в моем случае? В вашем случае забудьте обо всем. Забудьте обо всех. Просто посмотрите на себя и постарайтесь понять, кто делает это. И это еще не все. Задавайте вопросы. Наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки. По возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok